Посильнее свет в зале, потому что на самом деле мы все здесь, как бы так сказать, пришли на день рождения, нет ни выступающих, ни слушающих, потому что каждый из вас может выйти и прочитать стихи Ленина, или свои, может быть даже. Да, то есть идея такая, что когда мы приходим к друзьям на день рождения, мы не только слушаем их, но и сами что-то говорим, а то потом и поем, а то и читаем. Поэтому обычно дни рождения, как бы закон такой, ну в начале безусловно Ленины стихи прозвучат, хотя мы ждем еще участников, потому что приглашали Витю Попова, который пишет на стихи Лени, значит подтвердили буквально позавчера более молодые ребята из творческого объединения Азии, что они придут, этот вечер поддержат. Но пока героически мы вдвоемся. Ну на самом деле, если мы остаемся с вами, и мы вдвоем, то я думаю, что это будет вполне нормально. Давайте я начну с Губанова. Губанова. Я с презрением выбрасываю голубые декари, ах, копилушка-спинушка, самобранная скатерть, мне серебряной выдержкой лет на пять еще хватит. За глаза ли зеленые, бью зеленые рюмки, а на сердце влюбленные, все в слезах от разлуки, чтоб не сдохнуть без голоду, еще раз повторяю, развиняйте мне голову, или зря потеряю. Спасибо. 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 Губ. 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 что-то такое происходит в этом плане именно и уже много-много лет. Ну понятно, да. Вот, Володь, дело в том, что я не могу сказать, что я Леню очень хорошо знал, хотя приезжал к нему когда-то там на улицу Красной Зорь. Вот, потом пару раз я приезжал, ну буквально он меня как бы выдергивал. И вот я что хочу спросить тебя, думаешь, что ты все-таки его знал ближе и дольше. Вот смотри, вот два таких стихотворения. Я провел свою юность по сумасшедшим домам, Где меня не смогли удавить, разрубить пополам, Где меня не смогли удивить, ну а значит, мадам, Я на мертвой бумаге живые слова не продам, И не вылечит тень на горе, и не высветлит храм, На пергамент старушечьих щек оплывает свеча. Я не верю цветам, продающим себя ни на грамм, Как не верят в продажу холодных, Как не верят в пощаду холодные губы меча. Второе стихотворение. Благодарю за то, что я сидел в тюрьме, Благодарю за то, что шлялся в желтом доме, Благодарю за то, что жил среди теней, И тени не мечтали о надгробе, Благодарю за свет, за пазуху иглы, Благодарю погостопродавщицу, За то, что я без паюсной икры Смогу еще полвека протащиться, Благодарю за белизну костей, Благодарю за розовые снасти, Благодарю бессмертную постель, Благодарю бессмысленные страсти, Благодарю за серые глаза, благодарю любовницу и рюмку, благодарю за то, что образа баюкали твою любую юбку, благодарю оранжевый живот своей судьбы и хлеб ночного бреда, благодарю всех тех, кто не живет и тех, кто под землей будет предан, благодарю потерянных друзей и хруст звезды и неповиновения, благодарю свой будущий музей, благодарю последние мгновения. Ну, я вот хочу тебя спросить, я однажды ездил за Сокольниками где-то, вот когда переезжаешь на метро через мост, там есть одна больница такая, вот, по-моему, это и есть Кащенко, да? Нет, это Ганнушкина. Ганнушкина, да? Ну, видишь, так как я мало сам бывал в таком роде... Нет, ну это не для всех. Ну да. Но вот у меня как бы к тебе вопрос такой. Я приехал в хороший солнечный день, поднялся куда-то в палаты, вышел Леня, улыбающийся такой, ну, в общем, крепкий такой, веселый. И мы с ним пошли гулять по саду, ну, по там, по саду, по этому. Вот. Но вот когда читаешь вот такие стихи, что я провел свою юность по сумасшедшим домам, так как бы сложно вот такой визит совместить... Ты понимаешь, нет, Ганнушкина больница, это особая больница, и в те времена она перестраивалась. Я просто помню это. То есть, что это значит? Это значит, что снесли забор, отгораживающий ее от Яузы, и, значит, все свободные больные... Нет, купаться там, это попадешь в другую больницу сразу. А, так сказать, все друзья приходили как на пикник, значит, на этот самый, на берег этой Яузы, ну, соответственно, с портфелями, в портфелях портвейн. Вот. Но это совершенно, это отдельно. А были какие-то другие больницы, больницы страшные. Ну, понятно. Ну, вот в этих больницах ты навещал или как это, или не удавалось вообще? Нет, ну, навещал. Нет, в каких-то... Ну, я не буду пересказывать одну историю, как-то, так сказать, он бежал там из одной больницы. С Высоцким. Перескажите, как с Высоцким. Нет, с Высоцким он не бежал никогда. Это уже легенда. Это уже легенда. Нет, ну пусть Чиш расскажет, если он знает. Правда это? Он приехал в яухе, на доволен в яухе, на доволен в яухе, у него был гражданский отец. Сейчас, дождите, ну пусть Чиш... Ну, давай, давай, я не рассказываю. Чего? Я не знаю, чтобы он бежал с Высоцким. Рассказывайте. Ещё одна прекрасная история. Вот сюда, да. Вы знаете, царство небесное Юра Аделун, как... Он приехал, он был в больничной одежде, он приехал к Юре Аделунгу, чтобы переодеться в нормальное, цивильное. А как его выпустили в больничную одежду? Они сбежали с Высоцким на пару. Да. Высоцкий его высадил около Юркиного дома. И у Юрьки была рубашка, это с печатью Каченко и с автографом Губанова, на память. Вот вам доказательство было. А где сейчас эта рубашка? Не знаю, у Люси надо спросить, целая ли она. Мы спросим её теперь. Вот. Но это правда, то, что Юрка показывает. У меня, говорит, вчера Лёнька был, вот, говорит, свидетельство. Я ему дал рубаху тренировочную, и он, говорит, дальше куда-то поехал. Так что, ребята, это я не вру. Это правда, я знаю. Понятно. Нет, я не знал, что он с Высоцким сбегал. Более того, я вообще не знал, что он с ним был знаком. 32-й отделение Каченко. А вообще знаком, да, потому что они с вами. 32-й отделение Каченко. А год какой примерно? Это какой-то 60. 60 какой? 67-й. Да, правильно. Точно пришел. 32-й, на первом этаже. Я буду там. И вы сон проведёте у вас. А вот Ганушкина вот в Сокольниках примерно, да? А Каченко где? А Каченко это за Городной Шестер. Не-не-не, Каченко, слушайте меня, я знаю все дома. Это, значит, от Шаболовки можно сесть на трамвай, да. Который теперь уже не ходит? А? Ходит, ходит. За Городной Шестер. 36-й. Да, может быть. Мимо Даниловского кладбища. Вот. Ну ладно. Давай, Виктор. Ну давай, я что-нибудь ещё прочитаю. А я прочитаю Лёнина, и я хочу, чтобы ты спел вот из своих последних песен вот две любимые мной и, я думаю, Лёньки. Они тоже понравятся. И буду я работать, пока горб не наживу и да не почернею, и буду я работать, пока горд, что ничего на свете не имею, ни пухлой той подушки мерзкой лжи, ни жадности плясать у вас на теле, ни доброты похваливать режим, где хорошо лишь одному злодею, ни подлости друзей оклеветать, ни трусости лишь одному разбиться, ни сладости по бабе лопотать, когда приказ стреляться и молиться. И буду я работать, словно волк, чтоб всё сложить и сжечь, что не имею, и как сто тысяч всех савонарол кричу, огня, огня сюда немедля, в плаще подбитым пылью и золой пойду лохматый, нищий, неумытый, по пелищам, по пелищам родины чужой, как тот счастливый, одинокий мытый. И буду я работать, пока горд, не сдвину этих трупов, что зловодит, и буду я в заботах, как собор, пока всё человечество зло водит, за ручку, как ребёнка, и, шутя, знакомую даёт ему конфету. Ах, бога нет, прелестное дитя, и бога нам придумали поэты, но есть, есть страшный суд, и он не ждёт, не тот, который у буонароти, а тот, что и при жизни кровь с вас пьёт, по щёчкам узнаёт вас при народе. Ах, что вам стыд, немного покраснел, но кровоизлияние не праздник, да, на врачей вам хватит при казне, как вам хватило дров при нашей казни, но буду я работать, пока гол, чтоб с царского плеча сорвать мне шубу, когда уже зачитан приговор, и улыбается топор не в шутку, но буду я работать до тех пор, пока сердец не сброшу зло и плесень, ах, скоро, скоро вас разбудит горн моих зловещих, беспощадных песен. Да, ну, тут, конечно, надо сказать, что, безусловно, Лёня был великий мастер вообще чтения, я не слышал, как он читает стихи там других поэтов, вот, но, конечно, он был просто высокого класса. Слушай, а ты помнишь, как он пел вот эту народную песню «Когда буду, когда будешь большая, отдадут»? Вот примерно как ты поёшь свою вот эту под косу. Да. А, между прочим, коса у тебя здесь свой. Ну, погоди, ну, погоди, это гвоздь, один из гвоздей программы, мы его попозже оставим. Ну, чё? Не, подожди. Да надо сразу. Нет, не надо сразу. Ну, ничего не понимаю. А потом только чай пить уже. Ну. Значит, вот, я просто, Володь, я повторяю, ты сколько был с ним знаком, с какого года? Ну, вот, у меня-то как получилось, я окончил 10-й класс. То есть это 60-й? Наверное, какой-нибудь 4-й, 60-й, 4-й, наверное, год. Вот. И ушёл в вечернюю школу. А вечерняя школа была на Зубовской. И вот там, значит, мне одна подруга сказала, значит, ты, говорит, есть очень хорошая компания ребят. И я познакомился у Верки Ложковой, это на Кропоткинской, на улице. Познакомился вот с Батышевым одновременно с Губановым. То есть вот, только-только был организован СМОК от 65-й года. Понятно. А какие-нибудь вот такие, вот я сейчас хочу рассказать тоже про одну встречу, когда меня Лёня сдёрнул с работы. Я работал там в Цалитке в это время. Где? В Цалитке, в институте Лёни Крови. И что ты там делал? Ну, почти ничего не делал. Лёня. Лёня. Лёня, кровь, да. Кто ты, ёбаный? Ну вот, звонит Лёня. Я, мол, всё, приезжаю, у нас тут классная компания. Ну, в общем-то, он мне достаточно редко звонил, и я как бы не мог этому противиться. Я, в общем, свалил с этой работы, что сделать было, в общем-то, несложно. И поехал куда-то, значит, с Динамо, где находится, Салит, куда-то на Первомайскую примерно. И вот, значит, я приезжаю, нахожу по адресу эту квартиру, вхожу, и сразу чувствую, что, на самом деле, я вот не знаю, вот это тоже интересная как бы проблема, мне кажется, что Лёня общался очень в разных каких-то компаниях. Вот. Но вот, в частности, когда я пришёл, я почувствовал, что, ну, как бы, ну, ничего тут не поделаешь. Я встречался много раз по жизни с такими людьми, но, как бы, не совсем то, к чему я лично привык. Значит, ну, несколько ребят абсолютно мне незнакомых. Вот. Один раз, встреча рад только один Лёня, вот, увидев меня. Остальные так как-то, безразлично. Ну, они не знают, что ты ловил. Ну, не знали, конечно. Вот. И вот мы входим там в одну комнату, и в комнате весь пол засыпан пузырьками. Потом я узнал, что они называются фанфурики. Фанфурики, да. Фанфурики. Значит, то есть, это всякие аптечные настойки. Ну, вообще, вещь-то полезная весьма. Там всякие спиртовые настойки, ну, разных трав. Ну, там, валерьянка. Спиртное можно пить в умеренных количествах, в любых размерах. Да, ну, в общем, всё это, безусловно, полезно. Ну, в общем, вот этими пузырьками засыпан весь пол, там, на тумбочках, везде. И такие чёрные, ну, как это сказать, такие панк, уже панк такой, уже тогда был. Значит, следы по потолку чёрной. Вот. И не успели мы там буквально расстелить где-то газету и расставить бутылки, которые, как бы, там были. Ну, и я с собой что-то принёс. Как выламывается отец, оказалось, что одного из этих пацанов, значит, отец, хозяин этой квартиры. И там началась почти драка между отцом и сыном. Отец кричал, что он сейчас вызовет милицию. Вот. А сын ему грубил. Ух, какой! Да, значит, ну, мы, как бы, занимали бить этого пожилого, в общем, для нас, человека, было неловко, конечно, и некрасиво. Но, в общем, кончилось тем, что мы, как бы, несолно нахлебавши, свалили на улицу, и как-то вся эта, вот, ожидавшаяся праздник, он скомкался. Вот. Ну... Я возвращался потом с Батышевым, и он всё время отслеживал, не сел ли... Стукач. Да, не следить за нами, Стукач. И несколько раз, хватая меня за руку, мы с ним выпрыгивали, ну, в закрывающиеся двери метропоезда. И так было несколько раз, и, в общем, и он мне говорил, что у него там есть такие знакомые, там, на Украине стоят дивизии, на Западной Украине, которые, если сейчас двин... Ну, в общем, честно признаться, для меня это... Было неожиданно. Было неожиданно, да, всё-таки я, как бы, внутри, в душе тоже к чему-то сопротивлялся, но всё-таки... Не до такой же степени. Не до такой же степени, да, вот это я очень хорошо запомнил этот день. Ну, а вот чё-либо подобное, вот ты попадал в какие-нибудь такие же компании? Ну, как попадал, нет, я это... Ну, шо, шо, и все ходили. Ну, что ты делаешь? Ну, вот так, раз, и все. Во, басы только, прикидывай, не нужно. Я беру кривоногое лето гоня, Как горбушку беру, Только кончится вздох Белый пруд твоих рук Очень хочет меня, Но вечер, и Бог, Но вечер, и Бог, Не знаю я, Что меня берегут На потом И в прихожих, где чахла Целуются свечи Оставляют меня Гениальным пальто Выгребая всю мелочь, Которую не в чем Я стою Посреди Анекдотов и ласк Только окрик следи Только ревность присут Серый конь моих глаз Серый конь моих глаз Кто-то влюбился в вас Я вез Но придумай Только ты Не верь И не трогай С крыльца В тихий траурный дворик Люблю Ведь на бедные деньги Чужого лица Даже грусть я себе Не куплю Осыпаются руки Придут по дворам Низкорозлые песни Поют Люди сходят с ума Люди сходят с ума Но коней за собой Не ведут Снова лес Обо мне Называют купцом Говорят, что смешон И скулаз Но стоит Как свеча Над убитым Лицом Серый конь Серый конь Моих глаз Я беру кривоногое Лето коня Как он плох Как он плох Как он плох Белый пруд Твоих рук Не желает Понять Ну а Бог Ну а Бог Ну а Бог Однажды я приехал к Ленину Очень далеко тогда Казалось, Москва уже расширялась Но приехать на улицу от Красных Зорь Это казалось страшно далеко И Я приехал И вот запомнил одну фразу Ленину Он сказал Стихи надо писать так Чтобы Электрички С рельс С рельс Сходили И я приехал к нему с гитарой Конечно Я думал Познакомиться с ним Как-то основательно Что мы сейчас посидим Вот Леня сказал мне Поедем к бабам Я был человек Такой Невинный Чистый Может быть И сейчас В сравнении С своими сверстниками Может таким же остаюсь Но От себя Не уйти никуда Вот И мы поехали с ним На Тверскую Обратно в центр Туда Откуда я почти приехал Приехали на Тверскую И там Огромная квартира В таком сталинском доме И несколько действительно Девушек Разных Ну И там Наконец Леня говорит Ну Вот Мой друг Вот он поет Песни отличные Замечательные Пишет И Значит Предложил мне спеть Вот В окружении Этих Дам Ну Когда я уже Третью Песню Примерно Пел Две Дамы Как бы Уже вычислили Меня Наверное Поняли Что Ну Я брат Не знаю Чего Они там Собрались Вот В общем Они уже Куда-то Тихо Уплыли И осталось Видимо Старый Просто Знакомый Там Ленина Собственно Говоря Наверное Который Он и приехал Мне уже Там было Делать Нечего Но Сейчас Володю Я попрошу Потому что Я взял с собой Такую смешную Еще гитарку Я потом На ней тоже Сыграю Но Сейчас Я спою Пару вещей Которые Я Пел тогда В этой ситуации У меня такое ощущение Вырубит Эти подзвучку Которая здесь Бухает И бухает Или убери Басы Потому что Вот Бугнет здесь Судьбы Бухает 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 Которая здесь Субтитры создавал DimaTorzok 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 Да, я не смог бы объяснить никому и никогда, Почему мне иногда набегает на глаза горьковатая слеза? И ночью снится мне простор, и раскинутый шатер, и прекрасный белый конь, Бесноватый как огонь, и мотыльки ночных костров, прилетающих на зов, Женщин пляшущих в ночи, и с гитарами мужчин. Как на танцовщицах дега, феерия их одежь, В смуклых бешеных ногах бьются кони и ветра. Субтитры создавал DimaTorzok Да, я не смог бы объяснить никому и никогда, Почему мне иногда набегает на глаза горьковатая слеза? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот, мне, конечно, женщин пляшущих в ночи, Тут надо было спеть песню, Володь, твою, Про, на фоне наших гениальных песен, Спой его сейчас. Вот в той ситуации, конечно, была уместна именно вот эта песня. Да, это воспоминание о тех временах, как всё это было. И песня, кстати, очень тоже старая, Написанная где-то в середине 70-х годов, насколько я помню, Как воспоминание о тех далёких 60-х. Я очень любил философские названия, И эта песня называлась К вопросу о происхождении искусства, Или фрейдистское танго. Царил интим и пресвечал, Пять домных девочек вздыхал, А я курил под звом бокала, И в песнях мир разоблачал. О-о-о, как непригляден этот мир, Ля-ля-ля-ля, да-ля-ля-ля-ля, Парам-парам-парам-парам-парам, Но грудь, что слева, стиль эмпир. О-о-о, вам, сударыня, вина, А мне московского разлива, Как кофточка должно счастливо, Что облегает вас она. Я пел про сумерки страны, Где я преследую, конечно, Но ваши пальчики столь нежны, Столь восхитительно нежны. И вот опять под взгляд налей, Она хохочет в нужном месте, Я польститель не лести, Так как у лести нет колен. И правда, если б не она, Я бы не пел столь вдохновенно, Но водка кончилась мгновенно, И говорят, что нет вина. Но, черт возьми, я все же весен Для девочек с ампирной грудью, И пишем собственные мы песни, И грудь их кажется прелестней На фоне гениальных песен. Но в тем временем делать немножко все другое. Вот я никогда, Вот был такой тоже хит, Лене он нравился, Значит, я выходил, Но немножко другая должна быть гитара, Гитара с железными струнами за 15 рублей, И немножко не строить. А вот это вот, Я не знаю, пойдет или нет. Ну попробую, Представьте, значит, я стройный, худой, А это одно и то же стройный, худой. Вот. И, значит, я выхожу, Такой загадочный, на сцену, И пою, называется, Песня о старом музыканте, Который вслепую бродит по Европе. Я совершенно слепой старик, Все, что у вас, Мне не надо и даром, Что до того мне, Что солнце горит, А от солнца лишь тень, На мою гитару, Я ничего, Ничего не вижу, Да я их видеть Не хочу, Я ничего, Ничего не вижу, Да я их видеть, Видеть, Видеть не хочу. Общупью в шум Больших городов, Мимо кварталов Новых и старых Я прохожу, Тряся бородой, А от улиц лишь пыль, На мою гитару, Я ничего, Ничего не вижу, Да я их видеть, Видеть, Видеть не хочу. За песни мои, Мне подают, Мне подают, Но никто мне не дарит, Что мне осталось, Я только пою, И мелочь свинит, По моей гитаре, Я ничего, Ничего не вижу, Да я их видеть, Не хочу, Я ничего, Ничего не вижу, Да я их видеть, Видеть, Видеть не хочу. И так всегда песня оказалась пророческой, Теперь мы шляемся по всем этим Европам, И мелочь звенит по нашей гитаре. Да, я вспоминаю, Точнее, Ну и вспоминаю, Да, Как комсомольцы все кривились, Это же просто, Там строя, Мы строили тогда, Или они строили, Светлое будущее, А тут, По западной Европе. По западной Европе. Ну да. По западной Европе. Да. Ну, Вот, Мне кажется, Еще вот такая вот вещь, Вот в Лене была, То есть, Вот сколько я его не видел, Там, На каких-то днях рождениях, Свадьбах, Там, У Алика, Или Мерзояна, И у Юра Делунга. Ну, Как бы, К сожалению, Не к сожалению, И честно признаться, Это, Знаете, Вот на порочащее, Не порочащее, Для меня в Лене ясно, Что все равно остаются Потрясающие стихи, Потрясающая поэтическая Судьба человека, А все остальное, Это, Ну, Какой-то вокруг тот самый, Может быть, Мусор, Про который там говорил, Кто? Ахматов говорил, Да? Мусор, Из которого растут цветы, Стихи. Ну, И жизнь произрастала, Потому что Леня С такой скоростью, Вот встречаешь его, Ну, Там, Вестибюле, Он встречает, Все, Обнимаемся, Такие здоровые Пушкинские губы, Да? Тебя, Как бы, Немножко облизывают, Он, Что-то такое, Щень, Такая большая собака, Как бы, В нем была одновременно, Такая добрая, Типа, Вот кто спасает людей-то? Ну, Либо Ньюфандлин, Либо Синбернар, Вот, Да, Вот такой вот он, Тебя всего оближет, Как бы, Немножко, Вот, Обнимет, Очень ласковыми глазами, Потом раз, Через полчаса, Леня уже нигде нету, Вот, Как бы, Все, Он посидел с нами, За столом, Там, 15-20 минут, И, Как бы, Так, Тихо, Куда-нибудь исчезал, На боковой диванчик какой-нибудь, Я не знаю, Знаешь ли ты какие-нибудь вот такие вечера, Чтобы Леня там был заводилой душой компании от начала до конца? Нет. Либо он там полчаса, минут 40 мог читать стихи свои, А потом уже совершалась, как бы, та же самая процедура, Которая иногда окончилась скандалом. И вот, помнишь, текстильщик, да? Этот вечер, который закончился скандалом. И вот, я тоже хочу спросить, вот, Воп, у тебя, Ну, знал ли ты что-то, вот, Леня же вообще был большой драчун, да? Да, он его все время жмит. Ну, а ему-то удавалось кому-нибудь? Удавалось. Удавалось. Вот, я вот сейчас возьму, спою одну такую песню, Ну, вот, в один голос мы с Володей заявляем, Что, вот, фольклорная песня, Но в ней, как бы, есть тот дух, и поэтический дух, И какой-то внутренней, вот этой страшной, как бы, трагедии, Которая присутствует во многих Лёниных песнях, Вообще, в каком-то существе его поэзии. Значит, это действительно фольклорная песня. Автор её неизвестен. Ну, как бы, это одна из казачьих станиц донских, И там есть, как бы, свой фольклорный коллектив, И есть свой поэт, который, вот, написал целый ряд вещей. Вот, в частности, там, «Что ты жинка губы жмёшь?» Или, там, «Как напился наш сович», Как, да, «Как напился наш сович», Напоролся водки. И тоничный этот, как бы, хор, Но его хором даже нельзя назвать, Это хор, ну, как бы, хор односельчан, Которые там всё время живут вместе, Празднуют свадьбы, похороны и так далее. И, ну, как настоящие такие одновременно фольклорные коллективы, Совершенно потрясающе поют. То есть у меня есть эта песня в записи. Ну, одному петь, конечно, очень сложно. То, что должны делать, там, человек 10-15. Ну, послушайте просто текст. Абсолютно, как бы, вот, я бы сказал, губановский такой текст. Женка чоботы обула и на ярмонаку подула. Женка чоботы обула и на ярмонаку подула. Ждал я день, а ждал другой, ждал тёмную ноченьку. Ждал я день, а ждал другое, ждал тёмную ноченьку. Тёмно ноченька не спится, шинкарочка снится. Тёмно ноченька не спится, шинкарочка снится. Шинкарочка, девочка, да, и где моя жиночка? Твоя жинка в капаке, да, на зелёном колпаке. Она пьёт, гуляет, из рюмочки тянет, Из рюмочки тянет, до кошечка глянет. Не идёт ли там кто, не несёт ли чего. Идёт мой мужище, в сером зипунище. Он несёт до волокон, до две тупени ищи. Одна суковатая, до друга древоватая. На моё на тело пел, ещё маловато я. На моё на тело пел, ещё маловато я. Для меня тебе не хозяйка, для меня тебе не жена. Три дня печку не топил, горнушечки жары в жар. Я мужа не родил, а мне его жаре жарь. Как бы умер, как бы снох, поставила свечку в гроб. Как бы умер, как бы снох, поставила свечку в гроб. Свечка жировая, семипудавая. Свечка жировая, семипудавая. Собирайтесь, подружки, твой мужик вздыхает. Я хочу по нём поплакать, а смех разрывает Мужик сладкий волокут, из глаз слёза не текут Мужик сладкий волокут, из глаз слёза не текут Мого мужа схоронили, помогили прячь, прячь На Милова, блядь, блядь! Это Лёня. На самом деле, понятно, что, понимаете, вот я могу сказать про себя, мать твою, понятно, что и я мог собрать эти стихи постепенно там. У Володи были книжки, которые, вот сейчас мы с него, посмотрите, спросим. Дело в том, что Лёня дарил почти все сборники Володи Бережкову. Вот, и тоже можно было давно уже сделать полное собрание сочинений и подарить хотя бы ближайшим друзьям. Не наезжай! Нет, а что не наезжай? И вот получается так, что всё время, вот мы год из года, и Лёниной книги нет, и масса стихов, которые он читал, которые я запомнил в строчке, их тоже нет, не в том сборнике, который издал этот самый... В интернете есть, всё нормально. Володя делает всё дело. Ну ладно, ведь смысл вообще художника не то, что там мы его заучиваем, там знаем наизу, и знаете, как всё уже там классика. Хотя я думаю, что, безусловно, Лёня всё время об этом говорил, но о том, что памятник ему будет стоять, что там будет в пятом томике и так далее, и так далее. То есть можно подумать, что это была одна из его болезненных таких проблем, но действительно такого уровня поэт был достоин, ну там, многократного большего внимания, чем то, которое Лёня при жизни получил. И вот эта вот недостача, вот эта невозможность воплощения и выйти к огромному кругу читателей, конечно, это была одна из таких Лёниных всё-таки болезненных тем. Вот... Но на самом деле он состоялся полностью? Нет, безусловно, Володь. Нет, безусловно. Ну а что значит состоялся? Я думаю, что он состоялся, если бы там полностью был, там вдруг раз бы и ломанули на Западе, и сдали бы его в то время, понимаешь? Вот. Но чтобы мы могли держать эту книгу, пусть подпольной, но в руках толстый том его стихов. Вот. Поэтому это чего говорить? Это каждый художник, каждый поэт мечтает, чтобы либо книга вышла, либо выставка по нормальному, выставки проходили. Поэтому он состоялся, но он состоялся, безусловно, в очень узком в итоге кругу своих друзей-диномышленников. А сколько у него было, как бы, этих идиотов, которые сидели по редакции, и не пускали его? Ну, что там говорить? Вот. Ну, я еще раз хочу сказать, что просто вот эта вот настоящая художническая такая, его ипостась вообще истинная, которая нас просто завораживала. Невозможно прочесть стихи так, как Леня читал. И все равно, как бы, можно пытаться, но тогда и будет подражание. Вот. А как-то по-своему так же сильно их прочесть. Но я думаю, что... Ну, вот Володя, я считаю, просто гениальные песни. Вот он мне три штуки там написал на Лёне на стихи. На Лёне на стихи. А остальные песни, которые я слышу там на Лёне на стихи, абсолютно чего-то не угадывают люди и чего-то не получается. Да, да. Молчи. Не знаю. Что-то там не то. Потому что, может быть, он не видел Лёню в живе и не слушал его. Поэтому там нет какой-то такой искры и чего-то такого запала, который в Лёне был. Потому что, ну, мы тоже помним и знаем неоднократно, как Лёня там вскакивал куда-нибудь там на подоконник или на стул там, или на стол. Все. И начиналась магия, магия, которой владеют очень мало вообще количества артистов. То есть, кроме того, что он был поэт большой, он был большой артист. Вот. Ура. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я хочу прочитать стихотворение, которое я написал тогда ему на сорок дней. Благопристойные друзья, а также бляди с алкашами, Как с вами нынче пил бы я на деньги, что цветы зажали, Но в пене вашей хмеля нет прокисли и дела, и рожи. Последний бродит в вас привет, стихов моих живые дрожжи. Какая осень на дворе, какой стакан вина налили в березовой моей дыре. Где в России, где меня забыли благопристойные друзья, а также бляди с алкашами. Где каждая моя семья моим читателям мешает, Где каждый рвет мои куски, чтобы остаться рядом, рядом. Вы такие мне близки, как рюмка, что покоит ядом. Ты розу мне еще подашь, и будешь властиться отныне. Но я теперь уже не ваш, уже не ваш, мои родные. Ну, я тогда хочу еще спеть Пастернака Августа, наверное. Как обещал, не обманывая, проникло солнце утром жаном, Косой, полосой шафрановой, от занавеси до дивана. Оно покрыло жаркой охрою соседний лес, Дома, поселка, мою постель, подушку мокрую, И край стены у книжной полки. Я вспомнил, по какому поводу слегка увлажнена подушка. Мне снилось, что ко мне на проводы шли пользы друг за дружкой. Вышли толпою в розе парами, вдруг кто-то вспомнил, Что сегодня, шестое августа, по-старому преображение. Господь обыкновен, свет без пламени Исходит в этот день с фавора, И осень, ясная, как знаменье, К себе приковывает взор. И вы прошли сквозь мелкий нищенский сквозной Трепещущий ольшаник, вы мирно-красный лес, Кладбищенский, горевший, как печатный прядь, С плетихшими его вершинами. Соседствовало небо важно И голосами петушинами Перекликала здаль бродяжно В лесу казенной землемершию Стояла смерть Среди богоста, Глядя в лицо мое Умершее, чтоб вырыть яму мне По росту был всем ощутим физически Спокойный голос чей-то рядом То прежний голос мой правильческий Сгучал, не тронутый распадом Прощай, лазурь преображенская И золото второго спаса Слегчи последней лаской женскую Мне горечь рокового часа Прощайте, годы беспремечены Простимся без неунижения Бросающих вызов женщина Я поле твоего сражения Прощай размах, крыла расправлены Полета, вольное упорство И образ мира в слове явлены И творчество, и чудотворство Я хочу тебя спросить Ведь Леня к Пастернаку ездил, да? Да Вот расскажи Ну, что я могу сказать? Я при этом не был Я знаю, что он и с сыном был знаком И к сыну ездил Последние какие-то среди них были Ну, не знаю Это уже как бы легенды Я лично не был свидетелем И рассказывать не буду Может кто-то На самом деле Мы все здесь сидим Кто-то, может быть Может и хочет прочитать Ленина стихи Может кто-то хочет что-то сказать Вот я смотрю, сидит Ванечка Миронов Или мы тут лепим совершенно все не так И не то Вот, видите, давай две вот этих вот кольцов И вот, потому что я думаю, что они понравились бы Лене Хорошо Ну, оставим Немножко в сторону И то же самое Я все пытаюсь с ним его вызвать на общение Вот А он никак не хочет выходить Потому что действительно У него были книжки с Лениными стихами С рисунками Леня заходил к нему Там, можно сказать, отчитываться чуть ли не А тут сидит и ничего не может рассказать Вот как он к тебе приехал? Домой ко мне он не приходил Это я к нему ездил А к тебе он как приходил? Пьяный, непьяный, румяный, здоровый, весел Ну, что ты не... Значит, вот еще, мне кажется, такое Ведь в Лене в его какой-то манере иногда И в каком-то поведении казалось, что он Как бы по всем московским дворам По всем московским подворотням В общем-то, прошел И, наверное, выпивал там со многими Разными чудными персонажами С которыми, может, не каждый бы из нас Согласился выпивать Вот у меня такое было, как бы, ощущение И то же самое Он, как бы, такое было ощущение Что он мог вполне носить там за голенищем Такую классную финночку Нет? Нет? Ну... Нет, в нем мечта была из наканчика пострелять Из наканчика пострелять Нет, ну в нем была такая В общем, все-таки Пружинка-то тоже стальная Вот, и поэтому я Спою одну песню Просто, ну, если бы Мы с Леней бы увидели сегодня Я бы спел бы ему эту песню Встретились Ванька с Маруськой И стали они дружить Недолго они дружили Вот у Ванька ей не говорить Напрасно ты, Маруська Надейся на барак На вас я и не женюсь Я не такой дурак Маруська смекнула Что дело ее хуже И в грудь себе воткнула Шестнадцать столовых ножей Мотор колеса крутит В разлет летит Москва Маруська в институте Сиклепасовского А там к ней подбегают Шестнадцать стук врачей И каждый врач вынает Ножик из ейных грудей Вынайте, не вынайте Не жить не с ним в местах Оставьте один только ножик На память о милом бургах Маруську в крематоре На тракторе везут В тоске и в страшном горе Банька ее пулкает Маруська ты, Маруська Открой свои глаза Маруська отвечает Нельзя, я уже померла Я жизнь ее испортил За все отвечу я сам Отсыпьте, пожалуйста, в портфель Мне пеплу четырестых рам Тишина-ка Крематоре Браво! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Это Верти Белос тогда В 60-х годах уже была А что Леня ее знал Она и 50-х В 50-х была Ну скажи, что ты злишься Ты впечатление о Кубанове Ну что я буду легенды плодить вообще? Чем плодить? Это реально-то как? А что вы не плодите? Ну он всякий был Так, вот лучше я спою Я тебе в почтовый ящик Леня все опускал И это, кстати говоря, тоже было Он приходил Он очень любил по почте Достать какую-нибудь старинную открытку Красивую очень Налепить на нее Совершенно невероятную марку Какой-нибудь там, я не знаю Колонии Которые собирали вообще Береждо хранили В этих кляссерах Или как это называлось Не знаю Налепить Написать своим невероятно Красивым почерком У него был почерк Просто, я не знаю Это что-то невероятное Как у Пушкина, может Не знаю как Может быть Вот Ваня художник Он ему виднее Вот И Ваня может подделывать Подписи И да И присылал И присылал И там писал Какой-нибудь невероятный текст Старик там Я начинаю поэму Пугачев Написал уже 4 главы Приходи в четверг Нет, не в четверг Обычно в субботу все-таки Потому что уезжали на дачу Мои родители, если я не ошибаюсь Может ошибаются уже Вот И Значит Красиво подписывался Однажды он мне прислал Фотографию Бетлов Тоже с подписью То есть для нас Это была тогда вообще Дикая редкость И вот до сих пор У меня стоит эта фотография Значит Бетлы Это какой-нибудь 66-й год И сзади Значит Леня Вот своим невероятным Почерком Написал мне Какое-то там Послание А, да Вот это поздравление С рождением сына То есть Он был на самом деле Очень в этом плане Чутким человеком Все вот Какие-то праздники Он любил Вот так вот Красиво как-то Отметить Вот именно Эпистолярно Я бы даже сказал Я сейчас попробую Испеть Значит Вот последнюю Свою песню Которую Ну не последнюю Предпоследнюю Которую я написал На стихи Очень интересного поэта На его стихи Значит Одну из песен Поет практически Вот моя жена Уже уходит Она не может Ее слышать И я ее понимаю Все жены Дали Володя Вот Песни действительно Значит Все пели его песню К сожалению День рождения Только раз в году Это Александр Тимофеевский А вот совершенно Другая песня На его стихи Которую написал Уже другой композитор А то есть Я Значит Называется она Пророк Чуть реверберация Если можно Дайте мне там Если у вас есть В запасе Немножко Прошу прощения Пока мы здесь стояли Гитара Уехала Строить не хочется Там, где свалил меня Я запой На Трубный Лесом Отечный Я Непотребный И тупой Лежал В карнавке Непотребный Лесоточный Шел от меня Плевотный Дух И мне Явился Некий Дух И он В меня Свою Взор Вперил И крылья Огнен И расправил И пол Души Он мне Спалил А пол Души Он мне Отставил И было Влево Надо Мно И в небе Вился Тучный Рой Потом Дыроют Влейбушек Душ Половинчатой Душой Четверть Душ Душ Осьмушек И легенды Душ Чью Суть Очерчивали Лишь Бунктиры Где Душ Осталось Чур И вместо Душ Сияли Дыры И Ум И Надо Мно Стада Стыдящихся Накреть Стыдат Познавших Честь На четверть Чести А я Желал Быть С ними Вместе И Ангелы Христал Печел Ужал И Пящен Сургучок И Плавень Тек По Этой Море Но Плавень Был Нипочем Они Не Чувствовали Боли Он Сказал Мне Воспали Ты Их Певец Они Твои И Рассмеялся Страшным Смехом Подобно Грохоту Гровов Тот Смех Гремял Среди Томов И В окнах Отдавался Эхом Сам Все время Боялся Мне давать Гитару Потому что Я Жестко Играю А тут Показал Класс Такого Жесткого Отношения К инструменту Что Уж теперь После этого Я не царапал Экспертиза Покажет Ну Вот Володя Предлагает И Как бы Да Последние Песни Всегда Приятнее Петь Или Из Последнего Периода Я Спою Тихонечко Маленький Джаз Пусть Проедет По улицам Небда В шикарном Авто Про кого Я невольно Подумал Да Это Князь Пусть Придут Легионы Из Вранников Супер Лото И Сметут Все Кривые Заборы И Хамство И Грязь И Как Только Вокруг Прорастут Благородства Черты Все Я Лидер Вчерашней Мечты И Вчерашнего Дня Мое Место В музее Фигур Восковых Вот Косты Вот Медаль И Табличка Набирада Настигла Меня Князь За кресло И чин Я не дрался Под красной Звездой Я сражался Под знахом Иным На гражданской Войне Но теперь Я сижу На миле Я Вчерашний Герой И как Жить Меня Учит Юнет Что Досадно Вдвойне Князь Сибирь У соборов Толчется В грязи Полстраны Там Открыт Балаган Но за Ширму Нельзя Подсмотреть Там Стоит Джентльмен Выше Бала И песню Войны С кошельком Простака Новый Хитрый Отхолодная Медь И сверкает В ночи Уголовно Ларечный Каландайк Он Сверкает Шикарным Автом Надвигаясь На нас И Мерещится Мне Сквозь Огни Нам Обещанный Рай Джентльмен Не стреляя Я Играю Свой Маленький Джаз Как Умею Музыка Ну и еще одна песенка Называется она Кольцо Лавку Штори Открыть Стать богатым Поставив Нарешку Обороте Стыденья Покажет Невиданный Лик На скребу Горст Монет На бумажный Кулечек С черешней Покажу Покровителю Всех Торгашей Не стесняюсь Язык Так как Выпал Орел Лавки Крах Прогорю На булавках Я в витринах Своё Постаревшее Вижу Лицо Я тебе Обещал Но карман Мой На прочной Удавке И вчера Не купил А теперь Не куплю Неподавно Кольцо Не орел А скворец И нелеп Музыкальный Скворечник Что-то Надо Менять Если в жизни Идёт Передел Перелом Нет Кольца Подарю Борстку Спелой Черешни А скворечник Забить И табличку Скворец Улетел Чем Удавка Скворцам Пусть Ушлавка Сияет Со снедью Лучше С пивом Ларёк Чем Опять Колым И Уголёк Спеню Птиц Лучше Сад Только Пусть Не С фальшивой Медью Не выбрасывай Косточки Я соберу Их Кулек Настоящий Пеклец Он всегда Оставляет Записку Где по Белому Черным Я вышел Из прежней Игры Из Корцов Садоводы А сад Ищерешен Не искус Возвращение В земле А кольцо Это так Из разряда Муры Милосердие Сад Примирить С нищетой И Со Смертью Этот День Золотой Ум Булапкой Мне Сердце Проткнул Буду Рядом С тобой Здесь И там За чертой Круговерти Что Сказал То Сказал За язык Никто Никто Не Тер Церковь Не умеет летать Не умеет летать Церковь С целой Пригоршню Музыкальных Денег Моя В тебя Не умею Целиться И всему Виною Ресницы Девок Обо мне Наверное Сложные Легенды Пью И пьют На смешах Горьковатый Пунш Анекдоты В тюрьмах Проститутки В лентах И шуршат Заливчиком Списки Мертвых Душ Я Перебинтован Юными Березами И помазан Йодом Солнца Заходящего И однофамилец Ледяных И розовых И быть может Тезка Ландыша Пропавшего Хорошо В телеге Мне с румяной Бабою На подолгий Голову Васильком Забросил Мои губы Грешные Все по лицам Плавают Как челны Разбойников Собирая осень Я не дрожу Ни ремнем И в стеклянных Бусах Отражаюсь Траурно И живу За именем Словно За крепостью Деревянной Крепостью Где врата Отравлены Мы забыли Проводы Всех своих Любимых Ангелам Хранимых И смертельно Раненых Если даже Письма Борью Заминированы И на глупой Марке Штамп Чужого Рая Я надену Маску Пастуха И принца В лимузине Старом Буду пить Какао Двойнику Замечу Лучше Удавиться Навека Остаться Символом Кокарды Черновик Льбрезгу Из бардаков Знакомиться Или Все холодное В плен Отдали Водки Голова Льбрезгу Кружится Серой Околицей Там Где Перевернуты И слова И лодки Ладно Я умею В переулках Теплиться Золотой Свечкой Жить На подоконнике В шоколадном Плате Голубая Девица Соберет Свидания В молодые сборники Я бы дал название Каждому Каждому Что-нибудь придумал Легкое Легкое Пусть Свидания Веды Под валом Кашляют Первый сборник Патлы Второй сборник Локоны В день рождения Совести Опрокину рюмку Робкого совета Пьяного начала А потом Родившийся На святую юбку Я пришью Загадки С ржавыми крючами Будут пахнуть Клевером Резидой Укропом И другими Разными Травыми Цветами Третий Рим В насмешках Третий Рим В сугробах Из губной Помады Вымерли свидания Мы давным-давно Сожгли Шпаргалки Смерти Строчат Мемуары Лживые Напарники Бросьте Мне за пасху Бронзы Или меди Я коплю На памятник У души На памятнике Да Я не Уплохо Почти сейчас Ну не получается Прям Да 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 И вот сейчас Сейчас я Я хочу спеть Вообще последнюю песню Такой романс Стилизованный Какой-то Прощай Моя Ирка Прощай Прощай Нам было хорошо Ирка Ирка Дорогу Поглядей Поглядей Дорогу Как Как и прежде Как и прежде Твоей рекой Моя Ирка Прощай Ирка Прощай Ирка 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 Лёнину, чтобы потом можно было послышать просто его стихи. Я хочу сказать о том, что вот из 37 дней рождения Лёнина, до 17, наверное, я присутствовал. Сегодня ему 55 лет. Математика я занимаюсь, но я очень хочу поблагодарить Волосерова и Володю Бережкову, потому что, ребята, для меня это такое, вообще, счастье. Я даже не знаю. Простите. Спасибо. Ребята. Лёню включите. Пожалуйста. Крест на крест ласточки летят, крест на крест мельницы глядят. Я понял, как я много сжёг крест на крест небо без тебя. А в камень юркнув спит мой камер-юнкер гид. Полвторого человека, беременная брюка. Надо слушать, слушать, глюков полвторого человека. Ну, есть там. Речка чёрная, как свет твой чудит. Не прострели, дорогая, о, нет. Просто маки проросли на груди. Зашнурован я обидой до плеч. За конец мой нужен колт или нарочка. Можно голоса совсем не беречь. Мама, мамочка. Какие-то пронзительные совершенно. Строчки так уж на голове торчат там Лёнина. Идёт музей твоей души. На сцене погаси свет. Ты сегодня встала, не стоя ноги. Ты с него с кольцом, не стоя руки. И весь день прибежала там у реки. Господи, помоги. Господи, помоги. Со всего лево идёт дождь, со всего право косит лождь. А тебя отреплет, как в поле рожь. И лежит правда, но стоит ложь. Как валью сетку скрыта дождя. Хлеб насущный дашь нам гнеть. Я зашёл к тебе и всё прочтя. Тихо сказал, есть тело твоё грызть, облитое ландышем, сердце обогрёвённое валерьянкой. Распахнуло двери все. Ты моя ранушка. Я уснул на пороге пьяненький. И опять идёт дождь, и небо львицы тручит, то просто лапой пошаливает. А в душа моя пусть имя твоё светится, пока здесь тело моё просто поджаривает. Как в воду опущенной стоит музей твоей души, где кличет и плачет, где мой бюст, мой образ от всех друзей. В темноте у сердца камина прячут, да придёт царствие твоё творчество, да избавят музу мою от лукавого. Ну а крошки что же мои хочется ну а крошки воскресшего видеть в бананах. Утро синеет, как простынь в горошек, звёзды сбегают в атаках моношек, мир просыпает, кому-то поможет, Бог улыбает, кого-то накажет. Так и судьба то калечит и рубит в замок сковоречье пьяницу клонит, то бесконечно до нежности любит и задыхает, в шелках не уронит. Чувства мои, мои братья и сёстры, перебесились, как будто цыгане, ах, износились их яркие звёзды, и потускнело в глазах у них пламя, рваный шатёр до рукан от стакана и развороны серые кони. Чувства мои, мы умрём в балагане или в крови, нас найдут на балконе. День наступает, ищу рис на солнце, благословляю коварное сердце. Первая радость любви не вернётся, но последняя веки не свергнётся. Положу на свою грудь белые розы, пышные как сугробы в начале февраля. В моей седине запрещали морозы, без козырки антихриста и февраля. И всю жизнь, всю жизнь уже идёт снег, падает, падает, как овцы в пропасть. А чем лучше человек, то значит свет, проще ему пропасть или попасть под лопасть. Раззвонились по моей спине колоколам умер, умер, а я просто пью молоко тишины. Нахлебавшись кровью царских палат, я плевал на тайны. В скучной жребе выпал метелем выйти, причитать, а я одинок, как памятник. И по чёрной реке мне плыть и плыть, пока мотает головой роковой маятник. Это поколение надо пережить, рубашки перешить, слова испробовать. Режут и вены красные карандаши, умирают рифмы у черновика с голючей проволокой. Очевидец славы юных дней, прекрасных как кораллы властелин. Жизнь свою поминаю, как сворованную шинель, и теперь я и беден, и наг, и один. Потрескалась молодость на моём лице, как лак на иконе, где разные клейма и стал я мудрый, как волк в зверинце и цель обмануть время. Пережить бабушку и вас красная шапочка, а потом и сказку обратить в шуточку. Над головой ходит снег, всё в белых тапочках, под ним легавый скобурой по пере улочку. А все хотят жрать, 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 боятся смерти, но любят воровать и обманывать. И вся эта сущая королевская рать читает романы о том, как два века назад королин ущипнул служанку за это место, а немного спустя уже второй, другой король избежал ареста. Копят, несут, копят, несут, читайте, 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 но помните, уже наступил ваш страшный суд. Невидимый палач шагает по комнате дочь убьет отца, отец сына, мать проклянет мать, и все ваше стадо похабно сытое, придут волки рвать, затрещат молнии на небеса, падает с волос дождя, как алые гребни, и затынет ужас в людских глазах, а дьявол, он не дурак, дьявол, окрепнет, это я написал для того, чтобы никто не прочел, и никто не увидел, это я написал для того, кто сам тебе черт и бог не обидел. отец, неудачу, Продолжение следует...